Собачники Вот с этого странности и начались. Строгий английский судья щеголял почему-то в форме украинского казака, а его товарищи по полку устроили торжественную церемонию прямо посреди площадки. Впрочем, когда мы узнали в президенте выставки нашего старого знакомого, генерала казачества Николая Николаевича Куща, все стало на свои места. Что нужно, чтобы участвовать в этом конкурсе? Для участия в конкурсе, прежде всего, нужно иметь собачку любой породы. Желательно, чтобы она была с документами и породистая. Но также прийти, зарегистрироваться, подать заявку и участвовать. Подготовиться к выставке, чтобы она умела бегать, садиться и прочее, выполнять команды. Ничего сложного нет. Победила, заслужила, получила кубок, медаль, сертификат. Так что всех желающих мы ждем на выставке. Казаком в этот день стал не только британский судья. Этой счастью досталась и наша съемочная группа в лице редактора Олега и оператора Романа. Остается только гадать, как это событие отразится на наших программах. С удивлением мы замечаем здесь еще одних старых знакомых. Девчонок из студии моды Ника. Что ты делаешь на этой выставке? Мы сегодня выступали, открытие была выставка собачек, и мы выводили собачек, а потом фотосессия была с собачкой. А какие больше тебе всего собачки понравились? Собачки все понравились, но самая умная и самая красивая это была овчарка. А как восприняли казачат? Ну нам ложили саблю на пиличо, мы садились на левое колено. А еще нам выдали вот такие вот свидетельства. Интересно, четвероногие участники хоть понимали виновниками какого события стали? Тут и казаки, и модели. Впрочем, главное для них, наверное, это возможность пообщаться с себе подобными и блеснуть вылучкой. Ну и вкусные призы не последний ролик играют. Теперь я знаю, что собаки это очень важно. Если мне разрешат завести собаку, я поучаствую в этом конкурсе. Настя Лебедь для специально для невзрослых новостей.